Техника не простаивает, работа кипит. Устройство фундамента будущего моста через Сок в самом разгаре. Проект предусматривает пять опор, четыре из которых будут располагаться в береговой части реки. Одна в русле. Мосту через реку Сок быть. Длина реконструируемого участка два километра. Кстати, сейчас идет устройство четвертой опоры. По словам подрядной организации, когда ремонт будет полностью завершен, машины смогут курсировать по двум полосам и плавно переходить на Красноглинское шоссе. Материал надежный. Бетонно-гранитный щебень с высокой водонепроницаемостью. Высота опоры 16 метров. Глубина свай от 18 до 30. Погода строителей не пугает. Ни дождь, ни снег. Работы не привязаны к началу дорожного сезона и не требуют специального температурного режима. Единственное, что может поставить на паузу – возведение моста – весенний паводок. Все будет зависеть от уровня воды. Сейчас проблем нет. Трудятся в две смены. На данном объекте работают порядка 42 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно. Также работы у нас ведутся на базе по изготовлению армокаркасов. На второй, третий, четвертый опоры армокаркаса диаметром полтора метра изготовлены 100%. На стройплощадке идет укрепление каркасов. В дневную смену песок доставляют от 18 до 25 большегрузов. Объект примет порядка 200 тонн смеси. Тут же в механизированном квартете гусеница об гусеницу укрепление обеспечивает два бульдозера и два экскаватора. Возведение моста через СОК реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным. После реконструкции Красноглинского шоссе, которая была доведена до четырех полос движения по две полосы каждого управления, здесь в районе мостового перехода у нас сохраняется узкое горлышко по две полосы. После строительства мостового перехода у нас будет преобразовано движение. Работы начались в декабре прошлого года. Главная цель будущего моста – обеспечить пропускную способность автодорог. По окончании транспортные потоки на въезд в город и выезд будут перераспределены между новым и старым мостами. Тот, что эксплуатируется сейчас, отремонтируют в рамках отдельного госконтракта. Полностью достроить переход через СОК планируется к октябрю 2022 года. Владимир Маркин, Владимир Терентьев, Новости губернии.